Каждый музей стремится сохранить и передать память о страшной главе в истории нашей страны – Великой Отечественной войне. Так, 23 июля в Музее истории города Бреста открылась новая выставка «У нас есть лишь одна цель – победа», посвященная 80-летию освобождения города Бреста от немецко-фашистских захватчиков. На выставке представлено более 30 графических работ фронтовых художников, а также номеров газет-плакатов «Раздавим фашистскую гадину», «Сатиристических листков», «Партизанская дубинка», которые издавались на протяжении 1941-1944 годов. Сама выставка включает более 35 работ, среди них и газеты-листки, и плакаты, а кроме того графические работы, которые, наверное, представляют особую ценность. Сами вот эти наши сатирические листки и газеты, они очень интересны тем, что, во-первых, эти издания довольно таким сильным составом авторским были разработаны. Тут и наши выдающиеся писатели, это Якуб Колос, Кондрат Крапива, Янка Купала, кроме того, и художники для Беларуси очень знаменитые участвовали в написании этих плакатов. Это очень здорово, и каждый, кто придет сюда, он сможет уловить как раз-таки вот это что-то классическое от нашей белорусской литературы и от нашего белорусского искусства вообще в целом. В экспозиции представлены разнообразные работы, включающие политические карикатуры, филитоны, анекдоты, многофигурные сюжетные композиции о горе-завоевателях. И, конечно, сатирический плакат, который, как правило, выполнялся в две-три краски и помещался на главной полосе газеты. Каждый рисунок, каждая надпись на плакатах отражает настоящую силу и дух народа, который, несмотря на все испытания, был готов пойти до конца в борьбе за свою родину. Работы не только отражают исторические события того времени, но и передают дух борьбы и патриотизма, который был характерен для каждого человека того страшного времени. В эти дни мы отдаем дань памяти погибшим героям. Мы вспоминаем всех защитников города Бреста, всех участников операции «Бакратион», которые доблестно прошли и освободили родину от немецко-фашистских захватчиков. И сегодняшнее событие в Музее истории города Бреста, конечно, неординарное. Здесь собраны не только газеты прошлых лет, военных лет, но и представлены рисунки той уже далекой эпохи. Взгляд на мир через художественную призму помогает нам понять глубину чувств и переживаний наших предков, которые смогли выстоять и одержать победу над врагом. Каждая работа в экспозиции становится своего рода мостом, соединяющим прошлое и настоящее, напоминая нам о важности сохранения памяти, о подвигах наших предков для будущих поколений. Такие выставки нужны для города обязательно. И чем больше, тем лучше. Молодое поколение должно воспитываться на этом патриотизме. Я еще раз повторюсь, потому что человек, который не помнит прошлого, он не знает, что его ждет в будущем. Все эти публикации, конечно, оставляют такое впечатление серьезное. Если представить то время и в каком они публиковались, в каком времени, в каких событиях, то это, конечно же, откладывает глубокий след душе. Еще раз говорит о том, что народ был очень сплоченный, и любое средство все испробовали и применяли для того, чтобы не падать духом, чтобы дух сопротивления у людей, у народа оставался. И мне кажется, благодаря вот таким вот публикациям все-таки народ победил. Благодаря данной выставке каждый посетитель музея может почувствовать атмосферу времен войны абсолютно по-новому. Проникнуться героизмом и самоотверженностью людей можно до 1 октября. Анастасия Панасюк, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лимонтович, Новости Бреста.